Министерство внутренних дел России предлагает ужесточить наказание и увеличить штрафы за отказ водителей от медицинского освидетельствования. Соответствующий законопроект опубликован на портале правительства. Как пояснили в МВД, поправки направлены прежде всего на водителей наркоманов или алкоголиков, которые отказываются от проверок, чтобы не оказаться на учете в наркологическом диспансере. Проект предполагает лишение прав на срок от 2 до 3 лет и штраф 35 тысяч рублей. Согласно статистике ГИБДД, в 2016-м 246 тысяч водителей были наказаны за вождение в нетрезвом виде, а 154 тысячи за отказ пройти проверку. Попавшие в ДТП 4288 водителей в прошлом году были пьяны. Еще в этих авариях погибло 193 и было ранено 6114 человек. Минстроя России рассчитывает, что законопроект, предполагающий ввести льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан, сортирующих отходы, будет принят в осеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в рамках Всероссийского съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами. Договорились даже о том, что в случае, если в муниципалитете на территории деятельности регионального оператора вводится раздельное накопление отходов, раздельный сбор, то тариф должен быть дифференцирован. Если часть работы выполняют сами потребители, тариф должен быть для них ниже. Такая норма тоже прописана в соответствующих поправках, сказал замминистра. Около 180 тысяч человек в России обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Роспотребнадзор обнародовал свежие данные, которые соответствуют среднем многолетним уровням и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ниже в 1,2 раза. Этому способствует профилактика инфекции, передающихся с укусами клещей, а также масштабные аккорицидные обработки, охватившие площадь около 180 тысяч гектаров при запланированных 150 тысячах. То есть план обработок выполнен на 129%. Продолжение следует...